С 10 по 13 мая на первом километре автодороги поселка Крутая Горка прошли всероссийские соревнования по велоспорту и юношеская многодневная гонка, посвященная Дню Победы. Спортсмены 14-16 лет состязались в личном и командном первенстве. В омских стартах помимо хозяев соревнований приняли участие шоссейники Новосибирской, Тюменской, Кемеровской и Свердловской областей, а также Республики Башкортостан. Они приехали с подготовки у нас, тоже с первенства России, с города Анапы. В принципе и другие команды тоже оттуда же приехали. Все идут ровненько, подготовка, скажем, планомерная, они готовятся все-таки больше к трековым соревнованиям. Омским спортсменам удалось показать неплохие результаты на первом и четвертом этапах. В гонке на 15 километров с раздельным стартом Егор Придаченко занял второе место, Максим Пурыгин – третье. В командной гонке на 25 километров наша сборная стала третьей. Ну, ехать достаточно тяжело, мы к этим соревнованиям готовились. Сначала в Майкопе, потом поехали на всероссийские соревнования в Анапу. Мы не были дома полтора месяца, потом пробыли дома неделю и вот приехали на эти соревнования. Противников достаточно много, не так, как в Анапе, конечно, но тоже хорошую конкуренцию составляла Тюмень. По результатам четырех этапов Омская область заняла третье командное место. На втором оказались велосипедисты из республики Башкортостан. Самыми быстрыми стали спортсмены из Тюменской области. Они выиграли три этапа гонки. В двух из них первенствовал Максим Мишанков. Самое сложное – это ехать против ветра. Ну и вообще в отрыв сложнее всего уехать, так как тебя все догоняют. Стоит отметить, что юношеская многодневка проходила в 39-й раз. В следующем году соревнования отметят 40-летие.